Всем привет! И в этом видео я хочу показать вам довольно-таки большой заказ Арифлейм по 14 каталогу 2022 года. И если вам интересно такого рода видео, то желаю всем приятного просмотра. Заказик у меня был довольно большой, потому что за 50 баллов был подарочек. Его я вам тоже покажу. И был у меня расчет на то, чтобы сделать еще в следующем каталоге 50 баллов. Но так как я уже все, что хотела брать, даже многое в следующем, я взяла в этом, я буду 15 каталог пропускать. По поводу 16 я пока не знаю, я посмотрела каталог, он довольно интересный, но я не думаю, что буду в нем делать заказ. Поэтому вам сейчас все покажу, расскажу. Впечатления у меня уже кое-чем я попользовалась есть. И желаю всем приятного просмотра. Пришла у меня вот такая вот счет-фактура. Тут я попыталась галочки поставить, у меня ручка перестала писать. В общем, вот такая вот здесь бумага, ну уже желтая, да, видно, наверное. И заказ, в принципе, у меня вышел не на особо уж большую сумму, на почти 32997. В общем, заказик был у меня как декоративная косметика, так и уход. Что-то мне хотелось попробовать, что-то я уже повторила. Ну давайте я пойду все-таки вот по этому списку, потому что так мне поудобнее. И начну сразу с подарка. С интересного, это был лосьон. Вот такая вот красота. Мне как раз прислали тоже в видео, что вот такой лосьончик идет в подарок. У меня, по-моему, он был как-то, я его не стратила, а подарила. Сейчас я вроде бы решила им пользоваться сама. Так, вам покажу. Это лосьон для рук и тела. Лосьон с лимоном и вербенной серия Essence. Ну, соответственно, как бы есть у него объем 300 мл, да, вот такой вот. И эта серия очень известная и приятная. У них такие парфюмерные ароматы. Серия супер, конечно. Удобный дозатор. Я прошу прощения за свой голос. Я еще сейчас пока на больничном болею, но решила с вами поделиться видео. Вот такой вот он лосьон густой. И у меня не та самая болезнь, то есть запахи я чувствую, слава богу. И он пахнет лимончиком, вербенной, то есть и лимоном, и цветами. Очень приятный такой ненавязчивый запах, потому что здесь в этом заказе я вам еще и покажу даже пробники. Поэтому настраивайтесь. Видео будет довольно длинным, но всем поделюсь, чем смогу. В общем, такой лосьон. Я пока не знаю его судьбу, но так как уже открывала, нюхала. То, скорее всего, я его истрачу сама. И буду им с удовольствием пользоваться. Следующее, то, что было у меня, это карандаши. Я выбрала два карандаша подводки. У них, правда, цена была обычная. Кстати говоря, цены сейчас здесь в Арифлейм не прописываются. То есть, это выглядит вот так. По-моему, я брала еще за 199 рублей. У меня было два оттенка. Но первый идет у меня, который здесь написан. Это мокрый асфальт. Карандаш подводка для глаз серии The One. Так, вот такие вот они два. Ну, давайте вам сразу я два покажу, потому что я не помню, какой из них какой. Поэтому вот пока вот эти два идут они. Так, вот этот, наверное, скорее всего, мокрый асфальт. Так, сейчас как они хотя бы отличаются? Ну, вот они вот здесь вот видно. Такой один у меня был, второй более серый. Вот такие вот два карандашика. В отличие от Avon, да, я буду сравнивать с карандашами Avon, потому что я их люблю и знаю уже, наверное, не первый год. Avon карандаши стали короче. Ну, конечно, мое было удивление еще от этих карандашей. Сейчас я вам покажу, как он выглядит, вот этот вот асфальт, да, мокрый. Вот. Посмотрите, какой он маленький. Я не знаю. Вот, это все. То есть это последние карандаши Avon, они примерно такие же. Он очень короткий, конечно. И мне не понравилось в этом карандаше. Давайте покажу вам, да, его еще раз. Такой вот мокрый асфальт, такой серый, какой-то коричневатый, грязноватый, как я и хотела. Темный и с серебристыми блестками. Мне не понравилось, что он... Так. Ну, вот смотрите, наверное, даже ближе к серому он дойдет. Сейчас. Здесь вот я даже, если честно, в замешательстве. Вот. 36551. Вот артикул. Вот карандаш. Если я случайно перепутала, то я прошу прощения, артикулу я говорю, вот он идет вот такой красивый, но он не очень хорошо идет в качестве каяла, потому что карандаши Avon я могу похвалить за то, что они хорошо рисуют по слизистой, то есть они хорошие каяла. Вот этот карандаш таковым не является. Он неплох, как подводка. Он неплохо рисует, вот это видно. У него красивый такой вот финиш эффект. Вообще сам карандаш стильный, но мне он не очень понравился. При всем при этом, вот не этот карандашик, а следующий, который я вам покажу, он немножко вот так вот как ломается, да, потому что карандаш, вот, видно, сейчас подстачивается вот так. Это не очень красиво, но как есть. Ну, давайте второй еще покажу. Второй это был дымчатый серый, по-моему, он назывался. Ну, в любом случае я артикул показываю. Это артикул 36552. Такой карандаш серый. И вот он уже, смотрите, его у меня уже здесь просто нет. Он сломался, и вот сколько его осталось. То есть так малый выглядит он вот так, не очень красиво. Я не знаю, какого качества карандаши девочки брали, может, кому-то больше везло. Мне вот не очень повезло. Вот он же идет вот такой вот, более серый. Ну, один такой более серо-грязный, да, вот этот вот. Вот смотрите, я сейчас просто для нее провела. Совсем какой-то он не... Ну, вот, смотрите, да, вот, наверное, будет видно. Ну, в общем, я недовольна этим карандашом. Я их советовать и к покупке не буду. Возможно, другие оттенки, там, черный или коричневый, всякие стандарты и нормальные. Ну, их можно взять, опять же, либо в магазине, либо в Вейвен. То есть не обязательно именно заказывать в компании Reflame. Но защиту этих карандашей у них будет хорошая. Скидка в 16-м каталоге, поэтому, если вам они нравятся и вы ими пользуетесь, еще раз вот, да, я покажу сводчи, то можете к ним обратиться именно в следующем. Даже не в следующем, не в 15-м, да, который сейчас действует, а в следующем 16-м каталоге. Так, следующее, это было пробничек туалетной воды. Они уже стали появляться в каталогах. Здесь я подробно рассказывать про ноты не буду. У меня было три пробника, просто кратко их вам покажу. Первый, который здесь заявлен, это Eclat Amor. Сейчас, вот, видно. Видно, как я им активно пользуюсь, потому что это пробник, который мне очень понравился. Я его использовала на запястье, на волосы, мне этот аромат подошел. Я пробовала обычный Eclat для меня, он средний. Eclat Blanc есть в каталоге. Ariflame в 15-м, мне он не очень понравился. Вот этот я от него просто в восторге. Здесь сочетание очень хорошее. Как для меня идет нот цветочных и древесных каких-то восточных. Хороший стойкий аромат. Я вот закончу пробник и, возможно, в будущем буду для себя рассматривать покупку полноразмерной версии. Следующее, что было, это была новинка. Жидкое мыло для рук и тела с розовым нектаром. Это сырья, молоко и мед. Вот такое замечательное, красивое оформление уже новогоднее. И это новинка. Здесь идет, по-моему, цена была 299 рублей. Роза, нектар и молоко. Вот такая красота. Здесь идет объемчик 300 миллилитров. И посмотрите, какое густое, приятное мыло. У меня не было, по-моему, мыла с молоком и медом, потому что для меня оно дороговато. Но я решила порадовать себя. У меня сейчас стоит шикарная стерея Тейвен. Это вербена и кокос, по-моему. И я вот после того мыла буду с удовольствием данным пользоваться. Аромат розы натуральный, очень натуральный. И меда. Такое интересное сочетание, но мне оно очень безумно понравилось. В следующем каталоге в 15-м вроде бы идет, по-моему, 349 рублей дороже уже. В 14-м было, по-моему, 299. Я решила взять попробовать. С удовольствием использую, пока еще не пользовалась. Идет запасики. Следующее, что я покажу вам, это был пробник парфюмерной воды. Я его только сегодня попробовала для видео Инфинита. Мне вода показалась, ну, пока непонятно какой, но не совсем мой аромат. То есть, если Амор, я могу сказать сразу, что да, то здесь вот я только начала знакомство. В пробничках немного приходит. Это я попробовала только один раз. Другой, кстати, пробник вот этот вот, да, смотрите, практически столько же. Вот, да, это я пробовала уже раза 2-3. Вот Инфинита я нанесла на запястье, на правой руке. Сейчас могу сказать, что такой цветочный тоже пряный аромат интересный, но пока не знаю, буду я брать его полноразмерную версию, да, или нет. Пока я не знаю этого. Напишите ваше впечатление в комментариях, как вам эта вода, и брали ли вы, как вообще вам сама полноразмерная версия по стойкости, и нравится ли вам она. Следующее, то, что у меня идёт пока в запасы, но не на далёкое будущее, это водостойкая тушь 360 с эффектом накладных ресниц. Кстати говоря, я увидела теперь только что артикул, давайте вот пробегу вот так вот, или даже, может, вот так вам покажу. Можно будет поставить на паузу вот это, посмотреть то, что я говорю, да. Ну, кратко пройду, давайте. Лосьон для рук и тела с лимоном и вербиной 31,851, карандаш-подводка, мокрый асфальт 36,555, пробник туалетной воды 35,650, жидкомыло Д-рук с розовым нектаром, это вот это Милк Хани, да, которое было 42,867, пробник воды 35,654, и дальше идёт вот она, водостойкая тушь, с фраг-330, 360 с эффектом накладных ресниц. Она была 399 рублей в каталоге. Водостойкие туши мне нужны для осени, когда очень пасмурная погода, да, то есть дождик идёт, и для зимы, чтобы не размазывался и не растекался макияж. Вот такая тушь, она была с силиконовой щёткой, и это серия The One. Пока я её не открывала, она у меня идёт за пасеки, но я ей с удовольствием обязательно воспользуюсь, когда придёт время. Следующее, то, что вам покажу, это маска для лица с провитамином В5 и маслом лаванды, конечно, не могла мимо лаванды пройти, 42 981 артикул. Маска. Сейчас, у меня тут два просто, да, вот маска, она вот такая небольшая. Essentials серия. Вот так вот поставлю, посмотрите. 50 мл. Не, пока я её не пробовала, потому что у меня есть другие маски. И давайте посмотрим, как она приходит. Насколько я помню, да, не зафольгированная. Сама маска идёт такого белокремового цвета с очень-очень приятным ароматом лаванды. Просто замечательно. Мне эта маска понравилась по запаху, но в действии пока я её не пробовала. И не помню, написано тут или нет, насколько её нужно наносить. По-моему, даже нет. А, вообще не смывать. Вот я это только сейчас заметила. Не наносительно. А, вообще не смываемая она получается. Значит, её можно попробовать вместо ночной маски использовать. Я попробую. Я почему-то думала, что она смываемая. Но, видимо, вот так вот. Я сейчас прочитала как раз вместе с вами. Так, следующее, то, что у меня было, это был гель-скраб для умывания с провитамином В5 и маслом лаванды. 42 975 Артикул. Это такая же серия, тоже новинка. Интересная мне показалась такая текстура. Гель-скраб для умывания. Нанесите на кожу, вспейте, затем смойте. Не наносите на область вокруг глаз. 75 миллилитров. Упаковочка практически такая же новинка лаванды. Меня очень заинтересовало, потому что мои любимые запахи как раз розы и лаванды. Тоже средство приходит не зафольгированным. И оно такое гелевое, но, как я понимаю, что в нём есть и будут скрабинки. Обалденный запах лаванды. Один из лучших. Он такой немножко сладковатый, ну, как совсем чуть-чуть сладковатый, и при этом терпкая, пряная, такая вот цветочная, насыщенная нота лаванды. Пахнет, конечно, для меня обалденно, поэтому с удовольствием буду пользоваться. Гель скраб, наверное, больше в качестве геля для умывания. Ещё один подводка-карандаш. Просто скажу вам артикул 36552. Это вот этот вот серый. Я вам уже его показывала. Дымчатый серый пробник тональной основы. Мне пришёл, как я понимаю, что в подарок это слоновая кость Джордани Голд 42998. Пробник пока тоже я не открывала. Вот такой. Пюро и фолье. Вот. Фондейшн. Айвори. Полтора миллилитра. Но я обязательно воспользуюсь, потому что мне Джордани Голд тональная основа нравится. И как только у меня кожа будет не среднего тона, как сейчас, после лета, ещё до сих пор, а ближе к светлому, то я воспользуюсь обязательно. Может быть, как-то зимой. Ну, в общем, в любом случае попользуюсь обязательно. И был ещё один пробник туалетной воды. Третий получается. Он The Edge. 34296. Эта вода мне понравилась, наверное, меньше всех из трёх, потому что в ней есть насыщенные древесные ноты. Кстати, да, пробники, они так и приходят, смотрите, почти наполовину, потому что у меня это... Я пользовалась только ровно один раз этой водой сегодня. Это у меня на левой руке. Очень сильный аромат раскрывается древесными нотами. Если вы их любите, то присмотритесь. Я брала больше за сладости, за ваниль. Да, вам показываю, как будто что-то смогу передать. Нет, это не так. Но за сладости ванили как-то хотелось, да? По-моему, она там есть. Но больше аромат уходит в древесность, поэтому это не моё. Я как бы даже, наверное, на холодное время года для себя этот аромат не рассматриваю. Если из всех трёх выбирать, которые я взяла, пробники, мне больше всех понравилось Экла Амо. Он самый такой интересный, самый насыщенный. Самый... Ну, мой, то есть, аромат больше всех. Помадку. Мне захотелось тоже в шестнадцатом каталоге будет хороший на неё. Цена губная помада, Кушон серия The One Ironsistable Touch 38863. По-моему, это у меня был самый светлый оттенок. На всякий случай покажу вам и коробочку. Так она приходит. И оттенок. Роуз, по-моему, да? 38863. Такая коробка. Помада Кушон, я насмотрела у Любочки. Шипиловой привет, и спасибо. Но и... Самой хотелось попробовать. Такая-то она красная. Там мне тоже что-то написано. Но как-то я пока в подробности не удавалась, потому что меня интересовала очень помада. Помада необычная, интересная, и мне она понравилась. Первый раз, когда выдавливаете, очень долго вот идёт до этого споджика. Помада в среднем даже оттенки, как я и думала, не совсем в светлом. Вот такой цвет. Перепылённой розы. Вот, смотрите, красота. Очень приятный запах. Сама помада по себе глянцевая, скользит хорошо по губам. И я её наносила только на бальзам, без бальзама. Я такие продукты не наношу. Мне нравилось. Вот, смотрите, какой оттенок. В принципе, без приплесч, без сифо. Ещё лучше смотрится на губах. У меня впечатление от данной помады осталось очень и очень положительное и хорошее. По стойкости она не очень стойкая, никакой перекус не выдержит, но она приятная. Сейчас ещё раз покажу. Вот такая. Там было много оттенков. У меня это самый светлый, потому что показалось самой более носимой на работу. Да и просто куда-то добежать. Да, то есть, вот смотрите, такой оттеночек прям универсальный. Мне очень помада понравилась. И вот этот грянец, он постепенно сходит, помада становится более спокойной по цвету и оттенку. Ну, оттенок это пыльно-розовый, сиреневым, такой очень хороший, красивый подтон. Но губах смотрится нежно. Следующее, то, что было, это краска для волос, уже успела ей воспользоваться. Стойкая краска для волос, HairX True Color, в 41-650 артикул, тон 5.6. Пока не показывалось в кадре, но как только покажусь, выздоровлю, обязательно увидите. Такой оттеночек, я наконец-то решилась, мне часто подписчики мои, за что спасибо большое, советовали этот тон Mahagon. Вот он так выглядит. И действительно, очень хороший, такой приглушенный, темный, красный оттенок получается. Краска мне хорошо закрасила седину, более насыщенная у корней и менее на кончиках. В общем и целом, я эффектом и результатом довольна. Здесь все приходило стандартно, оставила я тут не так много тюбик с краской был, потому что еще смешивать, перчатки, то есть все, 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 все в наборчике есть. И прописано там было, что можно было наносить двумя способами. Я всегда сначала наношу краску на корни, не оставляю там практически, сразу после корней перехожу к длине и держала я краску все вместе 35 или 40 минут, хотя написано максимально 35. Но эффект мне понравился, краска стирается хорошо, она немножко окрашивает, даже я, знаете, немного себе наволочку покрасила ей, потому что цвет такой насыщенный, прям красный получился. Действительно, это так, но видно, что он такой прям приятный, то есть не сильно уж и яркий красный. Там был следующий, по-моему, шестерка, более насыщенный, поэтому присмотритесь, махагон, он более спокойный. Красный, хороший, мне кажется, приятный осенний оттеночек. В общем, краску я довольна ей, как она будет носиться дальше, я посмотрю, но могу посоветовать, беру я ее уже не первый раз. Осталось у меня тут не так много, но покажу. Следующая, это карандаш, который меня разочаровал, три в одном, для глаз, губ и щек, он колор серия, 4968. Оттенков там было три, они были как новинки, но мне вот, такой вот я выбрала себе, давайте, я не помню, если честно, как он называется, но артикул, я его сейчас вам скажу. 1,55 грамм, так, карандаш для глаз, губ и щек, и, ну, я уже, по-моему, говорила вам в артикул, да, сейчас еще раз, посмотрим, 4968. Какой-то персиковорозовый, или как-то так он назывался, если честно, я уже не помню. У меня были большие планы на этот карандаш, он позиционировался как продукт сразу для всего, но это оказалось по факту не так. Такой карандашик, самым первым, я его использовала на щеке, и каково же было мое удивление, что вот, смотрите, да, если рисовать, он очень классно мне нарисовал румяна, и при этом этот продукт неплохо, сейчас я вам покажу, растушевывается, не дает никаких пятен, ничего, то есть, в принципе, очень классный как продукт для щек, именно вот, смотрите, так как румяшки. Но, этот продукт мне не понравился, он просто ужасен, как продукт для губ. Если карандаш для губ, которым наносить подводку, может быть, он еще, конечно, был бы ничего, но, как именно, он очень-очень сильно сушит губы, я его наносила один-единственный раз, когда я его наносила на бальзам, но не жирный такой, нормальный, хороший бальзамчик для губ. Когда я его нанесла, я посмотрела, что это было просто ужасно, губы все какие-то сморченные, выглядят некрасиво, вот этот цвет, он какой-то выбеливающий на губах, оказывается, в общем, мне ужасно-ужасно не понравилось. Если честно, я даже не рискнула, пока этот продукт наносить на глазах, потому что он еще как тени, не потому что просто я не ношу такие оттенки на глазах, может быть, куда-то в качестве акцента где-то и можно будет добавить, но я этого уже, если честно, побаиваюсь сильно. Но, как на губы, это просто ужасно. После этого я решила нанести блеск для губ, чтобы как-то исправить ситуацию, но весь карандаш как-то расплылся, расползся, выглядел некрасиво какими-то кусками под блеском для губ, это было, ну, в общем, очень некрасиво и ужасно. В результате я просто его стерла, но когда я его стерла, у него остается тинт, во-первых, да, я хочу предупредить, и во-вторых, у меня очень сильно начали шелушиться губы. Я в этот же день поспешила воспользоваться скрабом для губ от Reflame, хотя я уже давно им не пользовалась, я понимаю, что холодное время года, а это, можно сказать, матовая помада, но не все далеко помады и карандаши дают такой эффект на губах, что губы просто болят, трескаются, шелушатся, и я вообще, вот даже не знаю, вот этот продукт я точно для губ использовать не буду, но, как я сказала, что вот он, в принципе, для счетчик, его можно, еще если подрастушевать, вот смотрите, такой естественный, красивый, розовый, персиковый румянец, получается, вот как румяна, я его использую, единственное его применение, вот, возможно, как-то его с временем отдам, ну или буду использовать только в качестве одного продукта, в качестве румяна. Хочу вас предостеречь насчет этого продукта, я, конечно, понимаю, что молодежная серия, но все равно, даже за какие бы то ни было деньги, мы хотим получить то, что заявлено в продукте, а этого, к сожалению, я здесь не увидел. Опять же, меня не очень порадовали выкручивающиеся карандаши, и, скорее всего, повторять их тоже не буду. Наговорила вам очень много, но и продуктов немало, уже мы идем к концу, сейчас я вам покажу четырехцветные тени для век, The One, оттенок я брала серебристый, 44 811, я так почему-то предполагала, что это будет продукт, такая красота, коробочка серия The One, что это будет продукт в сиро-коричневых оттенках, в принципе, так и получилось. Я уже пробовала эти тени на веках, тени хорошие, но более дневные. Сейчас я вам покажу их, я пока вот эту пленочку не убирала, красота вот здесь, значит, написано Stockholm, The One серия, и вот вы даже сами можете понять, жалко, конечно, что здесь нет ни зеркала, ни спонжика, ничего здесь не было, сейчас вот я вам покажу сначала сзади, то есть такая четверочка, 4 оттенка по 1,6 грамм, не особо большие, и вот эта четверочка очень универсальный, хороший вариант, в более таких, скажем, холодных оттенках, хотя вот эти два, я бы с натягом назвала холодными, на прохладное время года, то есть на осень, да на зиму даже подойдут они, такие оттеночки, давайте кратко вам покажу, вот чем, чтобы это вопросов не было, но они такие не очень уж интересные, мне кажется, больше это дневные тени, чем какие-то вечерние, да, или какие-то более интересные, вот такой вот оттенок, довольно меловой, ну, то есть тенями я довольна тоже, если честно, так себе, вот, посмотрите, да, это первый самый оттенок, такой он переносится, то есть практически никак, это оттенок для выравнивания всего верхнего века, вот он в серой гамме, светло-светло-серый, второй оттенок темно-серый, вот такой, ой, нанесла вам вместе с помадой, тут, ну, смотрите, какой он пигментированный, хороший на пальце, на руке, но, я его использовала в качестве оттенка, да, добавления во внутреннее веко, то есть именно саму складку делала, он, конечно, не такой яркий, не такой насыщенный, оттеночек больше хорошо передается здесь, чем на веке, ну, давайте еще раз вам второй слотч, да, нанесу, вот, он матовый полностью, и вот эти два оттенка идут сатиновые, для добавления на серединку века, один такой более золотистый, такой цвет, но не очень средний, уже такие идут по пигментации, не сильно ярко выраженные, я бы советовала эти оттенки наносить даже не кистью, а именно пальцем, вот, на пальчике видно, их красоту, вот, и второй оттенок, такой более, наверное, серо-сиреневый, наверное, да, более серо-стальной, вот, даже с какой-то розовинкой, видите, он переносится, ну, интересный оттенок, я с ними, со всеми уже делала макияж, и макияж получается, еще раз повторюсь, что более дневной, чем вечерний, с данной палеткой, ну, в общем и целом, она держится весь день, и я этот макияж, который я делала, единственный макияж, выкладывала уже в инстаграм, если что, проходите, подписывайтесь, я ссылку в инстаграм оставляю, обычно под видео, у меня инстаграм не меняется, и я использовала вместе с карандашами, то есть серый светлый я наносила на внутреннее веко, и как подводку наносила вот этот, ну, который серый, мокрый асфальт, в принципе, макияж получается нормальный, хороший дневной, и с помощью вот этой палетки, этих теней, можно сделать, с помощью только нее, и тех двух оттеночков, можно сделать макияж, вот, вот так вот, да, ну, и еще, если добавить вот это на щечки, и вот это, то, что вам показывала, да, что еще у нас было, вот это вот на губы, уже получается макияж, вообще, если вам интересно, напишите, пожалуйста, запрос, потому что я скоро уже планирую снова снимать с камеры, я, может быть, даже если не буду снимать с камеры, попробую как-нибудь видео снять на телефон, как я сейчас снимаю, но вы напишите в любом случае, интересно, было бы это или нет, ну, и последний продукт, это уже с распродажи, это лак для ногтей, он color, пряная какао, я выбрала себе цвет, я этот лак выбрала не для рук, потому что вот такая вот у меня красота сейчас, даже при садящемся солнце выглядит красиво, но у меня это светоотражающий лак, это гирлак, я бы взяла оттенок для ног, 4948, и по цене, по-моему, был 99 или 89 рублей, вот такой вот оттеночек, я его как раз хочу сегодня сделать на ножке, оттенок глянцевый 5 миллилитров, какао, 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 4948, пряная какао, там было три оттенка, но я выбрала вот этот такой средний, самый нейтральный, и мне кажется, подходящий для осени, ну, то есть ассоциация с какао, с кофем, да, вот такой цвет, сейчас вам покажу, кисточка средняя, такой оттеночек, но мне кажется, и на руки, конечно, будет очень красиво смотреться, он без рыжины, такой приятный коричневый цвет, кстати, по-моему, как раз был еще более рыжий, почти как крышечка цвет, и более коричневый, темный, там их было три варианта, вот, это все, что у меня было в этом заказе, я вам все показала, всем поделилась, если вам было интересно это видео, и полезно, поставьте, пожалуйста, лайк, если вы еще не подписались на канал, подписывайтесь, потому что впереди вас ждут новые видеоролики, у меня еще впереди заказик Фаберлик, и пустые баночки, кроме этого, я еще делаю покупки, и покупки, наверное, уже буду снимать в ноябре, также у меня приближается большой праздник к каналу, это вот будет в ноябре, надеюсь, я до этого времени уже выздоровлю и выпишусь, и 12 ноября получается, вроде бы в этот день, я не смогу сам снять видео, потому что у меня пока на данный момент выходной у меня будет юбилей каналу, то есть у меня первое десятилетие канала, я, к сожалению, по финансовым, в том числе причинам, не буду делать ни конкурс, ничего такого, но какое-то, возможно, видео, болталку, или еще что-то, я сниму, пока еще не знаю, что, если у вас будет опять же идея, напишите, пожалуйста, в комментариях, что, какого плана можно снять, у меня была болталка не так давно про работу, может быть, кому-то интересно будет болталка и макияж, допустим, да, я для примера говорю, или какие-то фавориты косметики, то, чем я пользуюсь, может быть, по маркам, может быть, просто по рубрикам, я подумаю примерно, в каком ключе это снять, видео, возможно, я могу снять и долго, вот, поэтому, так вот, много идей у меня, но и ваши пожелания тоже будут обязательно учитываться, всем желаю, самое главное, здоровья, отличного настроения, удачи, погоды за окном, хорошие, теплые, чтобы вас радовало, исполнение ваших желаний, косметики, покупочки, если вы так же любите косметику, как и я, и искренне, честно, готовы делиться, то, пожалуйста, YouTube у нас сейчас открыт, работает, да, но, к сожалению, не монетизируется, но все равно есть такая возможность говорить и как бы все, и всем делиться, всем желаю прекрасного настроения и всего самого-самого хорошего и доброго, на полчаса он наболтал, но уже соскучилась я по видео, всем удачи, хорошего продолжения осени, и всем до новых встреч!